Добрый день, дорогие зрители канала «Россия в Мунди!» Сегодня с вами снова я, Владимир Глазков. И сегодня у нас несколько необычный сюжет, но они у нас все в последнее время несколько необычные. А почему? Потому что, к сожалению, мундиров свободных, до которых пока не дотянулись бы наши длинные руки, остается в нашем Отечестве все меньше и меньше. То есть на сегодня наше собрание, оно уже без ложной скромности, хочу сказать, оно сопоставимо. То есть вот, например, предметов флотской униформы у нас уже как бы не больше, чем в Центральном военно-морском музее в Петербурге. Но это просто констатация факта. Мы целенаправленно, активно занимаемся пополнением коллекции, пополнением нашего собрания. И так как не все темы, которые нам интересно удается, пока не по всем темам удается обзавестись мундирами, иногда мы делаем отступление от общего правила. И вот таким отступлением является вот этот должностной знак. Как вы видите, он выполнен по достаточно такой традиционной технологии. Он штампованный, с пробивным номером. Это типично для дореволюционных должностных знаков. На нем стоит личный номер 2367. Это должностной знак вагоновожатого. Вот я не знаю, как вам, а мне вот до сих пор, когда говорят водитель трамвая, ну это как, знаете, как водитель кобылы. Все же читали рассеянного с улицы бассейны. Там написано глубоко уважаемый вагоновожатый. То есть вот когда человека, который ведет трамвай, называют как-то иначе, чем вагоновожатым, ну я не знаю, у меня прям душа не на месте. Давайте все-таки вот помнить наш прекрасный язык. Есть замечательное слово. То, как вот в этом самом... В немецком языке есть калька цухфюрер, цуксфюрер. Цук-поезд, одно из значений этого слова. Фюрер, тот, кто ведет. Вот. Не знаю, что первично, откуда что пошло, но вот вагоновожатый такая форма мне лично представляется самой правильной. Хотя уже, конечно, и несколько устаревшей. Итак, у нас здесь вагоновожатый московского трамвая начала 20 века. Здесь написано МГЖД. То есть Московская городская железная дорога. Ну и судя по номеру четырехзначному, все-таки здесь герб вот к городу Москвы. Судя по достаточно большому номеру, предмет уже начала 20 века трамвай в Москве, электрический трамвай, открыт в 1899 году. Система трамвайная, есть понятие «система», то есть путевое развитие, депо, подвижной состав. Все это вместе у специалистов называется «система». Система одна из самых больших в мире. Самая большая в мире была на 1985 год в Ленинграде, тогда еще, ныне Петербурге. Но, к сожалению, сокращения они везде сказались, и в Петербурге, и в Москве, значительная часть сети. Но даже на сегодня там 38 маршрутов, порядка 700, наверное, вагонов работает. А в начале 20 века это вообще для города было, это не то, что было какое-то излишество, это была жизненная необходимость. Почему так? Потому что город в начале 20 века, что города вообще, и в том числе и Петербург, и Москва, они очень-очень бурно развивались. Города являлись тогда центрами промышленности. Это сейчас можно завод построить в чистом поле, и по хорошей дороге, которую у нас построить там можно, возить туда людей на автобусе. Тогда было несколько иначе. Тогда заводы располагались в крупных городах, а рабочие тоже жили в городах. Так как рабочих рук требовалось с каждым годом все больше и больше, их нужно было всех доставлять. Рабочих на фабрики и заводы, служащих в конторы. К тому же большие города, это неизменно административные центры, центры торговли, то есть пассажиропоток был большой. Пешком, ну, Москва уже тогда была немаленькая. В границах нынешней московской окружной дороги, хотя дороги тогда еще не было этой. На извозчиках не наездишься, что называется. Это дорого. Пробовали конку открывать, но конно-железные дороги у них очень плохая провозная способность, маленькая. Электрический трамвай – это самый, на тот момент, был самый прогрессивный общественный транспорт. И вот что интересно, открыли его в 1800, как уже я упомянул, в 1899 году. Прошло лет 15, и уже выяснилось, в общем, там один из специалистов писал, что трамвай накануне полной несостоятельности, то есть такие пассажиропотоки, что уже даже трамваем обслужить их было невозможно. Поэтому стали уже до революции задумываться о строительстве метро в крупных городах. В первую очередь, конечно, в Петербурге и в Москве. В Петербурге даже существуют эскизы. Ну, конечно, о проектах здесь говорить не приходится, но эскизы, строительство метро и в Петербурге, да, и в Москве были такие проекты, хотя это все не вышло, конечно, из стадии рисунков. То есть там, по-моему, какие-то экономические проработки даже были. Но дальше, к сожалению, дело не пошло, помешала Первая мировая война, последующие за ней события. Трамвай оставался главным видом городского транспорта в Москве, наверное, до 30-х годов, пока не появились ему в качестве альтернативы троллейбусы. Там стали развивать автобусную сеть, построили метро в 1935 году, 1 мая 1935 года открыто движение по первой очереди московского метрополитена. А в Ленинграде ситуация еще интереснее, там метро появилось вообще только после Великой Отечественной войны, по-моему, в 1955 или 1956 году открыта первая линия, первый участок первой линии. Поэтому альтернативы трамвая не было достаточно долго. К сожалению, не совсем даже пока понятно, какую именно форменную одежду носили работники московского трамвая. Дело в том, что форменная вот вся одежда ведомственная, что Российской империи, что Советского Союза, она объединяет, ее объединяет, к сожалению, два таких признака. Первое, она очень редкая, потому что, как правило, занашивается она до абсолютно неиспользуемого, неудобно потребного состояния. Почему так было? Потому что солдаты о бундировании выдают от казны, в гражданских ведомствах, как правило, старались там какой-то там компромисс, например, с оплатой 50% стоимости. Или сроки службы большие были. То есть, занашивалось это все, занашивалось потом на отрядки куда-то. Ну, в общем, я лично ни одного предмета форменной одежды работников транспорта, дореволюционного, я не видел. И советских не сказать, чтобы их сильно много. Вот был я, по счастью, в музее московского транспорта, там мне показали шинель, такая там хорошая шинель, такая на вате, очень толстого сукна, она весит, наверное, килограмм 8. Но это уже после Великой Отечественной войны, это 1950-е годы. Мало того, мы не знаем, как именно выглядели, выглядела форменная одежда работников московского трамвая. И не знаем этого не только мы. Не знают это люди, которые больше нас понимают и в трамваях, и в ведомственной форменной одежде. Дело в том, что одежда эта была установлена решением московской городской думы, которой, собственно, и подчинялся трамвай. Ну и вообще вся городская, как сейчас сказали бы, коммунальная инфраструктура. Поэтому с документами плохо, то есть в источниках типа полного собрания законов Российской империи искать эту информацию бесполезно. Какие-то отрывочные данные встречаются, что там обундира, в общем, она, опять же, по одним источникам темно-синяя, по другим темно-зеленая, по третьим черная. Там какое-то сочетание красного с серебряным, то есть вот непонятно вообще ничего, какие-то отрывочные сведения есть там. Ну, это описание все мемуарного характера, а на них ориентироваться нельзя. Зато должностные знаки, благодаря тому, что они из металла, тем более они вот очень характерные, они штампованные, с хорошим таким контр-рельефом, пробивной номер, толстый достаточно металл, вот они сохранились до наших дней в некотором вот осязаемом количестве. Даже если мы найдем описание форменной одежды, ну, реконструкция все-таки это не совсем наш путь, а в то же время и обойти такую тему важную, как вот одежда работников транспорта, а это неотъемлемая часть тогдашнего города, мы сочли неправильным для себя. Ну и чтобы вот так вот совсем уж не заканчивать в траурном духе, мы сейчас очень активно, так сказать, развиваем тему гражданской форменной одежды, возможно, мы что-нибудь активно ищем в этом направлении, будем надеяться, что наши поиски все-таки увенчаются успехом, может, головной убор удастся найти, а они почему-то лучше других сохраняются. Ну, не могу сказать. А пока вот решили, дабы было о чем рассказать, дабы обозначить наш интерес к этой теме, вот поместить в коллекцию вот такой вот должностной знак. Возможно, кто-то из вас что-то об этом слышал или сталкивался с какой-то информацией, может быть, опубликовано в каком-то старом журнале или в газете, потому что источников много и не все мы можем отследить. Мы будем благодарны за такие комментарии. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова